Что узнали? Крисе Ферриор было 22. Работала няней, присматривала за шестилетней дочкой друзей семьи. Ей только удалось накопить денег на поездку в Китай. Она должна была улететь еще неделю назад. Но девочка попросила ее остаться на день рождения. В тот день они поехали в центр покупать праздничное платье. Рита Коронада работала уборщицей в Ривер Кроссплаза. Часто опаздывала на работу, но у нее была причина. Ее сыну Марко 9 лет, и ей приходилось лично отвозить его в школу, чтобы убедиться, что он действительно пошел учиться. И ее настойчивость дала свои плоды. Марко стал отличником. В качестве поощрения Рита решила сводить сына на первый в его жизни бейсбольный матч. В тот день она как раз шла забирать из кассы билеты. Последние слова, которые сказала мужа Нэнси Холт, были ложью. Она сказала ему, что отгонит машину в сервис, а сама поехала в центр. Нэнси сказала продавцу, что не хочет, чтобы эта покупка отражалась на счете ее кредитки. Хотела сделать мужу сюрприз на десятилетие свадьбы. До него оставалось всего пара дней. Олли Нарчер никогда не нравился строительный бизнес мужа. Даже после того, как она помогла ему стать одним из крупнейших подрядчиков в стране. Она с облегчением вздохнула, когда по причине слабеющего здоровья мужа они решили продать компанию конкурентам. Ее муж пожертвовал жизнью ради своей компании. И когда компания перешла к ней, Оллин не смогла с ней расстаться. В тот день она шла получать ссуду, чтобы поддержать бизнес, который всегда ненавидела. Дэрон Сойер был инвестиционным банкиром и работал в одном здании с Ритой. Его жена сказала, что в последнее время он очень не отдалился. Она не помнит, какими словами они обменялись на прощание, но явно не ласковыми. Рядом с телом Дэрона нашли букет роз, который он купил тем же утром. Его жена утешает себя мыслью, что в последние мгновения он, скорее всего, думал о ней. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Всё будет хорошо, всё будет хорошо!